Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это запись очередного ФФА в игре Норсгард. По-моему, это будет первое видео, в котором я против шестерых играю, хотя я не помню. Рандомные кланы, и мне рандомно достался клан Волка. И против пятерых соперников я постараюсь победить. Так, ну, сразу строим лагерь разведчиков. А вот насчёт дома я не уверен. Я хочу оставить эти места для гавани, для лекарей, для склада. Сразу двух разведчиков по последней моде делаем. Одного сюда, другого сюда. Нам надо найти область с максимумом, ну, плюс 20% к добыче дерева. И там следующий, собственно, дом и строить. Её колонизировать, эту область быстрее, поставить лагерь лесорубов. Так, тут фермы, вот, ага, вот лес, отлично. То, что надо. А тут территория с фермами. Обратите внимание, если ты направляешь скаутов, то они начинают бежать. А если ты за ними не следишь, то они ходят просто. Так, тут сколько зданий? Три можно построить. Тогда строим дом. Так, здесь волки. Ага, с оленями, отлично. Значит, колонизируем вот эту область. Потом для ферм. Так, одного скаута вернём, пускай будет добытчиком еды. Мне надо 40 еды. Кстати, не забудьте зайти ко мне на сайт löshaigrait.ru и проголосовать, какую игру вы хотели бы увидеть на стриме у меня. Это очень важно. Ссылка в описании. Сейчас дом построим, тоже верну в добытчика еды. Так, тут область с волками полностью ограничена скалами или нет? А, вот тут ещё область я смогу исследовать. Мне надо 80 дерева. Чтобы вот эту область колонизировать, надо 40 еды. Это первостепенная, потому что тут нету никаких волков, которые нам будут мешать. А следующая вот эта область, потому что тут олени. Ну, то есть, очень хорошая еда. Как раз ровненько. 40 еды и 80 дерева почти одновременно. Так, что тут мишка. Ну, опять, как всегда, побежал на меня нападать волк. Двух лесорубов сделаем. Так, теперь мне надо 50 дерева, чтобы военный лагерь построить. Здесь у нас будет склад, потом мы камень добудем и гавань построим. Здесь будет гавань, здесь тоже будет гавань. Здесь гавань нельзя построить. Так, вот тут у нас металл и для разведчика. Вот эта фигня исследуется разведчикам и нам какую-нибудь науку и еду дает. Не еду, а науку и деньги. Так, военный лагерь. У нас еще убийство волков. Будет еду давать нам, так что надо поспешить. До зимы. До зимы эту область зачистить. До зимы. 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 так ну по моему мы очень неплохих условиях в плане развития и вроде соседей так особо не видно так лагерь охотника 60 стоит нормально до зимы успеем еще заодно и дом можно построить так он там волк побежал на нас так и здание лекарей тоже надо построить старушка охотника готова нехватка домов в этом регионе построим дом а тоже нехватка дерева пока все наверное лекарей для начала интересно я вообще так очень огражден от всех получается давайте острые топоры мне нужно больше дерева четыре счастья так что надо дом для начала что меня еще четыре жителя как не может появиться сначала дом потом лекарей старушку пиру строить не зима скоро к повременем с пиром он там желтый у нас колонизировал область так лекарей 60 дерева у меня из-за того что оба раненые лесоруба блин он драугры прутся 5 раненых не надо надо лекарей двух лекарей тем более ними в будущем тоже еду будут добывать так что нам до елки что-то сурово надо началось надо с волками разбираться что они еду дадут видите 30 еды кстати давайте я пиру строю наверное да елки шуток напряжена с волками то надо зачищать эту область так два лекаря давайте лечить сначала не воинов лечь что очень правильно кстати по моему интересно я так вообще тут какими-то полностью скалами окружен прям какая-то игра на развитие сейчас у меня будет да слушайте но это трындец какой-то 1 раз все вот эту область я зачищу чтобы скаут исследовал и получил что-то ну то все человек зачистить колонизировать надо будет я очень много раненых жду лето для атаки потому что воины зимой 30 процентов только теряют 30 процент атаки а Опять, да елки. Так, воины там бегут на помощь, бегут скаут. Исследуй вот эту фигню. Блин, семь раненых. Очень, очень меня круто атакует. Постоянно, просто постоянно. Постоянно. Полонизирует и область чисто для того, чтобы меня отсюда волки не атаковали. Потому что это какой-то трындец. Пять раненых. Так. Ну, по идее, по-моему, медведи вообще не атакуют области. Так что посидим. О, нехватка содержания. Возьму тогда торговлю. Я сейчас и дождусь, когда лекарей всех вылечат, наконец-то. Пока не буду никого атаковать, чтобы воинов не лечили просто. А лечили моих работников. Ну, чтобы у них повысилась производительность. Ммм, сто денег, пятьдесят науки. Отлично. Так, сейчас они, по-моему, скаута лечат, да? Так, какую область мне следующую тогда пытаться захватить или пир пока устроим? Давайте пир устроим. Надо быстрее дерево, чтобы склады построить. Продолжение следует... Так, охотника долечивают. Сейчас долечат. Возьмутся за лесорубов. А, больше домов. Ну, вот тут можно дом построить. Блин, год ожидается холодным. Надо запастись деревом, значит. Ну, у меня мало добывается дерево, просто потому что у меня оба очень сильно раненых лесорубы. Раненые работники на 20% меньше добывают. Вот вам хотя бы. Есть за библиотек. Здесь, как раз, библиотек. Продолжение следует... Изassic мыслом. Девочка. перевожу вот этих собирателей которые не фермеры не охотники в область где склад потому что на них плюс 10 процентов от склада тоже влияет меня не буду пока тратить дерево потому что будет холодная зима так я наверное вот эту область следующую про такую потом вот эту али вот эту слушайте тут ферма давайте с мишкой разберемся сейчас хочу дождаться когда вылечит лесоруба я думаю к тому времени как мы колонизируем эту область он будет вылечен так возьму колонизацию меньше требуется на колонизацию ну блин медведь суровый соперник зато 150 как раз сдал еды ровно на столько сколько требуется на колонизацию области так плюс 20 процентов бонус к атаке сейчас еще верну скауты чтобы его полечили не хочу тратить строить ферму пока чтобы не тратить дерево мне бы до наступления зимы еще какую-нибудь либо эту лучше наверно вот эту область успеть проатаковать на самом деле пир 150 давайте устроим пир будет суровая зима еды у меня дофига а вот скаута вглубь чтобы он полечился я запихиваю так ладно тут скоро зима начнется надо атаковать а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдет зима, я тут ставлю ферму... Продолжение следует... 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 Ну я просто не понимаю Нафига вот этим желтый занимается Он нападает на меня Ну то есть он захватить меня не может Тупо как бы чуть Ухудшить мне экономику Чисто для этого Но с другой стороны есть красный и зеленый То есть это явно его соседи Потому что у меня тут коричневый и серый Причем красный из них Лидер сейчас на данный момент Я ни в каком месте не лидер То есть желтый тупо мне гадит Потому что может Вы конечно можете сказать Что чувак а чуете армии нету Где твоя армия Ты же вообще за клан волка играешь Тебе же счастье это должно приносить Ну во первых Надо еды хотя бы Чтобы было чтобы содержать этих воинов Для начала Поэтому я вот видите До пшеницы дотянулся Так то у меня еды не особо много Но блин То что желтый творит То есть я главный соперник И понимаете бы тут дуэлька была Но это же не дуэль Это же ФФА на шестерых Каждый сам за себя И все победы включены То есть это не победа доминации Тут Красный там по-моему В победу через деньги идет Или через науку Я вообще там не рядом Нигде Нигде не рядом Нет Надо блин Мочить меня Ну надо уже камень добывать Надо апгрейдить здание Я не хочу Сейчас покупать Еще Борчифа Ну как там Боеводу Берсерка В зависимости от кланов По-разному называется Только чтобы ради Против желтого Тут воевать Мне нужно развитие Мне пока нужно развитие Возьму благословение Бальдура Кстати Врата Балдура Почему-то мне вспоминать Балдурский Чтобы счастье было Чтобы больше Больше Жителей у меня Появлялось Их потом я и могу В воинов Например Переделать Чтобы они мне еще Счастье давали В общем Ну вот Ну разрушил мне желтый Ну и что Я сейчас эти области Опять колонизирую То есть Ну он Подгадил конечно Но я не главный тут У него соперник У меня вон в соседях Например серый Тоже Серый Тоже очень неплохо идет То есть он Берет Включает Одного соседа На ровном месте Просто Просто может и все Чисто по этому У меня кстати Мне бы ярлом Побыстрее стать Когда ты ярл То У клана волка Берсерк Может Области Бесплатно Колонизировать Тогда То есть он просто Туда встановится И колонизирует И всякой еды Правда там Не постоянно Он там может Сделать Он колонизировал Область И время И время Должно Пройти Чтобы Следующий Сделал Боис на медведи Потому что Убийство Медведи Даст Мне еды 150 Надеюсь Зимой Хреново Нападать Как видите Сдох Один Медведи Надо Добить Уже Больные Появляются Да Ну Я конечно Сейчас тут Задница С развитием Мягко говоря Желтый Подгадил Подгадил О 150 150 Еды От Медведик Очень даже Неплохо Хоть Как-то Поправить Ситуацию Хотя С другой стороны Все конечно Плохо Ну Вот тут Круг камней Неплохо Тем Что Он Плюс 30 Процентов Дает К К К Добыче Науки К добыче Знаний Ну вот У меня уже Камни много Я могу Апгрейдить Здание В принципе Ну Надо на еду В первую очередь У меня ведь из добычи еды Очень слабенько Все Давайте на еду В первую очередь Апгрейдить Денег у меня дофига Слава богу Ну Достаточно Так сказал Счастья Достаточно То есть у меня сейчас Проблема С едой Чтобы получить еду Мне надо Больше Зданий На еду То есть В принципе У меня сейчас Будут появляться Новые жители Я их буду Перебрасывать Сразу На территорию Где есть Склады Ну вот Хочу Хижину охотника В первую очередь Апнуть Сторожку Охотника В принципе Мне и войны Нужны Ну вот Это Это вот Типичный Норсгард Когда Ты Тебе много Всего Чего нужно Но ты Решаешь Ты можешь Сделать Что-то Только одно У тебя ресурсы Всегда на что-то Одно есть А в данном случае У меня ресурсов Вообще Ни на что Нет Уберу Лагерь разведчиков Не нужен Мне уже Сейчас Абсолютно Тут Либо я Так Я возьму Грабеж Пожалуй Потому что я явно Буду Зачищать Области Еще Которые Колонизировать И будут Деньги получать С другой стороны В принципе Нафига Ну Блин Я воюю С желтым Да То есть сейчас Мне это деньги Не нужны Но следующие Следующие Апгрейды По военной ветви Ветки Мне очень сильно Понадобятся Так Плюс 14 Еды Уже Неплохо Уже Неплохо Буду Колонизировать Эту область Чтобы Быстрее Еще взять Область С пшеницей Все-таки Вернуть Ее себе Еда Мне нужна И вы знаете Чем Черт не шуть Это вдруг Получится Эгдресиль Колонизировать Для Эгдресиль О Эти серые Уже Почему-то На серого Желтый Не нападает Когда он Захватил Эту область Меня Желтый Вынес Только В путь Нет ли Здесь А Блин Я забыл Точно Тут же У нас Отключены Победы Только Победы Торговлей Доминации И Карты Ну вот Торговлю Тогда зря Не выключил Да Теперь я вижу Что не так уж И плохо У меня с деньгами А там Второй И недалеко От зеленого От Для победы Торговлей Теперь я понимаю Че желтый На меня Ну Блин Все равно Я возмущен Че он на меня Нападал Че за фигня Так Я еще напоминаю Что колонизация Области Дает счастье Каждая область Это плюс Одно счастье В принципе Так что Их колонизировать Надо Если Не просто Хотя бы Не просто Потому что Там есть какие-то Ресурсы А хотя бы Чтоб счастье У вас было Никогда Не помешает Так Сколько тут Три камня Че У меня Остается Камень Только еще На один Апгрейд Что у нас Там Вообще Где еще Камень Есть Где пшеница У меня Камень Еще И вот В области Рядом С Игдреселем Откуда меня Постоянно Желтый Выносил Блин У меня И Дерево Мало Добывается И Еды Мало У меня Только С деньгами Все Хорошо Ну А вдруг Победа Так Ну Убираем Каменоломню То есть Она конечно Денег не требует На содержание Но смысл У тебя Некоторые Ресурсы Возвращаются Когда ты Удаляешь Здание Зачем Стоять Зданию Без дела Не все Здания Требуют Деньги Видите Я перебросил Крестьян Сейчас Вместо Со складом Потому что Склад плюс 10% К еде Пускай Они в том месте Добывают Так Мне нужно Еще Поле С пшеницей Проапгрейдить Вот у меня тут Камень Так что Будем добывать Камень Там еще Кстати Мы играем На высокой Сложности Поэтому Постоянно Какие-то События Происходят Неприятные Типа Ну что Желтый От меня Отстал Но почему-то К серому Он не пристает То есть Вот серый Захватил Поле С пшеницы Это норм Считается Да А знаете Чем это Пользуется Пшеница Еще Хорошо Не просто Потому что Там пшеница А потому что Она еще И соседствует Сагдресиль Дерево Игдресиль Вот Землетрясение Прошло Я собственно Для этого И сажал Дровосеков Побольше Потому что Иначе Мне не хватит Просто Не хватило бы Дерева Для Ремонта Всего Что сейчас Будет Поломано Землетрясение Лучше Поколонизировать Игдресиль Нужно 2000 Еды Ну и Соседствовать С ним С этим Деревом Вот Серый Этого Добился Желтый Тоже Этого Добился У меня Раньше Было Соседство Но Желтый Мне Подгадил Мне Катиярла Тоже Хотелось Быстрее Может Я Думаю Может Мне Мореходов На Добычу Славы Переключить Нет Надо Все-таки Пока Науку В первую очередь Получать А не Слава Ну Вот Видите Горит Поле Сами Главные Фермеры Нифига Не Ремонтируют Не Тушат Типа Я Фермер Не Моя Это Забота Своё Поле Ремонтировать Пришлите Мне Поселянина Пусть Он Слава Все Ремонтировано Ну Вот В Эта Область Важна Тем Что Тут У Нас Железо Не Железо По-моему Это Единственная Область Ну Вот Еще Там Справа Есть Но Там Надо Драугиров Еще Убивать Ну Знаете Вот Чем В принципе Хороша Была Атака Этого Желтого Я Вот Обращал Внимание Во многих Играх Так Бывает ФФ Когда Играешь Когда В середине Игры На тебя Кто-то Нападает И ты В принципе Проигрываешь Но Он Тебя Не Выносит До Конца Он Начинает Думать Что Все Типа Ты Ему Не Соперник Он Тебе Подгадил Да Он Тебя А в Норсгарде Ну В Норсгарде Блин Там Еще Кто-то Меня Нападает Опять Блин Коричневый Делать Нефиг Почему Они Все На Меня Нападают Объясните Что Я Этим Людям Сделал Че За Фигня Я Даже Не Буду У Него Шесть Воинов Даже Не Буду Лезть Блин Ну Это Какая Это Хрень Вообще Все Все На Меня Нападают Че За Фигня Ну Блин Ну Вот Коричневый Слушай Ну Почему Почему Не Открыть Он Типа Думает Что Я На Втором Месте По Победе Золотом Поэтому Надо На Меня Нападать Да А На Зеленого Кто Нападает Вообще Надеюсь Желтый Хотя Б На Зеленого Нападает У Меня Минус Два Счастья Ну Минус Два Счастья Это Два Несчастных Пока Они Двое Хуже Работают Это Еще Можно Вытерпеть Так уж И Быть Ну Коричневый Видите Дальше Не Нападает Знаете Почему Я Не Думаю Не Потому Что Он Типа Не Хотел А Он Просто Области Не Исследовал Он Их Просто Не Видит Куда Нападать Он Это Увидит Его Скаут Исследовал А Если Ты Другие Области Не Видишь Ты На Них Напасть Не Можешь Я Просто Сейчас Хочу Попробовать К Дресилию Пробраться Захватить Область И Плюс Там Еще Камень В Той Области Есть На Серого Я Напасть Конечно Не Могу Ну Вон Красный Пишет Атак Йеллоу На Ух Из Атаки Неми То Есть Ну А Красный Я Не знаю Желтый По-моему Просто Нападает Ну Ладно Про Атакую Желтого Раз Он На Красного Почему Ему Эту Область Не Уничтожить Раз Он Такой Ну Желтый По-моему Как-то Рандомно Просто Он Типа Может Напасть Он И Нападает Блин Что Метом На Улице Происходит Петарды Запускает Салют Новый Год Так Вот Желтый Вернулся Не Успел Я Его Область Захватить Так Натем Надо Срочно В Этой Области Ставить Башню Башня Денег Стоит Но У нас Очень Хорошо Защищает Потому Что Не Убив Башню Нельзя Эту Область Себе Забрать Ну Пора Уже Апгрейдить Поля Конечно Потому Что Нужно Ну И Что Вы Перестали Работать На Полях Блин Минус Восемь Все Равно По идее Ничего Так А Че Мы Так Хрен С Едой Понимаешь Что Зима Конечно Блин Ну Идем Я Иду Взять Зеленый Как По Деньгам Я Я Конечно Второй Да Но Я Где-то Так Ровненько Со Всеми Остальными А Зеленый Просто Тупо Впереди Ну Надо Улучшать На еду Чуваков Охотников Ну Потому Что Зима Сейчас Охотники Хоть Как Это Будет Лучше Все Оно Минус Четыре Блин Ну Минус Четыре И так Еще Более Менее Видите Тут Меньше Месяца Осталось До Начала До Конца Зимы Я Еще Выдержу Ну Блин Все Очень Как То Нехало Плюс Семнадцать Сразу Стало Вот В этом Проблема Ферм Что Зимой Они Как То Так Очень Существенно Хуже Работают Так Ну Надо Воинов Улучшить Естественно Потому Что Я Сейчас Боюсь Если Желтый Будет Нападать То Будут Проблемы Надо Больше Воинов У меня Каждый Воин Дает Счастье Поэтому Я Еще Одну Построю Ну Вот Желтый Опять Пришел Ну Ёмя Ёперный Театр Как Он Достал У меня Семья Спросит Почему Я В этой Области Не Построил Защитную Башню Видите Лаги Какие То Есть Все В игре Не Я Хост Желтый Какой Тех Хренью Занимается Нет Он Конечно Тоже Волк Как И Я То У него Много Воинов Нормально Но То Я Я Лидер И Красный Не Лидер Почему Он На Нас Напад Чисто Тупо Потому Что Мы В соседях Находимся Ну На Забирай Эту Область Окей Молодец Ты счастлив Вали Отсюда Я Сейчас Ее Обратно Заберу Ну Не Успел Немножко Я Опять Колонизирую Поставлю Башню И фиг Ты ее Заберешь Я И так Понял Что Ты Отморозок О Блин У меня Сейчас Еще Драугир Появится Ну Я Тут Оставлю Берсерк Авто Область Драугира Отправлю Еще С другой Сорной Коричневый Меня Мутузит Я Не Понимаю Че Они Все От Меня Хотят Какие-то Отмороженные Все На Меня Нападают А Уделен Еще Серый На Меня Не Напал Ну Уже Кто-то Ярвом Стал Зеленый Судя По Всему Ярвом Стал Зеленый У нас Коза То Есть Он Сейчас Получил Дополнительно Две Два Апгрейда Инструментов Неплохой Буст Так И Коричневый Ярвом Стал Так Вот Еще Два Воина Плюс Один По Счастью Ну И Чем Еще Неплохо Быть Счастье Потому Что Это Все Так Бонус Дает К Производству Так Сейчас Драугиры Полезут Ну Я думаю Что С ними Мы Легко Уже Разберемся Как У меня Прокачено На Силу Взял К Защите Так Наверное Надо Камень и Железо Драть Пока Я Зимы Ну В плане Еды Я Зимы Нормально Прохожу Так Еще Одного Воина Прошлый На Желтую Уже Достал Я Думаю Что С Шестью Воинами И Одним Берсерком Он Мне Уже Ничего Не Сделает Можно Спокойно Колонизировать Области Так Ну У меня Тут Двое Раненых Воинов Из-за Драугиров А Вот И Я Ярлом Стал Вот Берсерк Колонизирует Зачищенные Зачищенные Области Бесплатно Пожалуйста Могу Не тратить Еду Сейчас Спокойно Делаю Своим Владением Видите Вместо Того Чтобы 140 Еды Тратить Просто Берсерк Блин Вот Коричневый А Он На Драугера Нападает Ну Хорошо Не на Меня То Мало Лишь Ему Там В голову Сбередет Так А ну вот Видите Ожидание Ну Довольно Долгое Кстати Ожидание То есть Я бы не сказал Что это Прямо Совсем Имбо Да Кстати Там Зеленый То есть Не красный Не может Зеленого Атаковать Не желтый Не может Его Атаковать Вот Желтый Пишет Я не буду Атаковать Никого Кто Будет Атаковать Зеленого И красным Отвечает Ну Тогда Давай Нападай На него То есть Ни желтый Ни красный Не может Атаковать Зеленого Найс Очень Удачно О Желтый Колонизирует Область С болотами Я попробую Серого Тут Все таки Захватить На всяком случае Эту область Ну Он убегает Фермерами И он Бежит Своими Юнитами Ну Я сейчас Башню Разрушу И свалю Все Ой Больно Бьется Его Берсерк Не Надо Сваливать Я ведь Одному Воина Потерял Да Ну Мне Это Башня Конечно Скорее Чем Он Опять Начинает Башню Строить Может Мне Как-то Желтого Подговорить Вместе На Серого Напасть А там Коричневый Все С Драугирами Развлекается Блин Блин Ну Я не Выдержу Эту Область Один К сожалению Не Не Вытяну Ну Куда Желтый На меня Желтый Опять Шел Нападать Ну Он Какой Ты Этот Ну Нефиг Делать Больше Ну Что Добью Я его Давай 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 Но Он Этими Топорами Метает Конечно Свалил Потому что Я практически Убил Его Берсерка Ну Что Давай Захватываем Эту Да Нет Он Не Даст Мне К сожалению Топоры Вот эти Метатели Топоров Они Круты Тем Что Они Наносят Урон Но К ним Сложно Если Люди Микроконтролем Занимаются Хорошо Что К ним Сложно Подобраться К этим Видите Он Удалил Башню Потому что Я захватываю Эту Территорию И Я мог бы Колонизировать Эту Территорию Вместе С Башней Просто Ее Достроить Понимаете Серый Соображает И поэтому Не дал Мне Этого Сделать Он Ее Удалил Ну Блин Все Таки Я смог Эту Территорию Себя Отжать Это Круто Тебе Надо Срочно Башню Строить У меня Строителя Нету Вообще Нету Строителей Так А что Сделать Что Сделать Улучшать Некого Так Вот Родился Строитель Давайте На ферму И Башню Потом Построим Я вот Думаю Что Коричневый На моей Области Дальше Не нападает Скажу Потому что Он просто Их Не видит Он Не открыл Я Скаутов Не видел Чтобы Они Вот Исследовали Эти Области Может Скаж Я пропустил Я не Самый Внимательный Игрок Прямо Скажем Но По другому Объясните Нету Другого Объяснения Так Башни Надо Ставить Как можно Дальше От места Того Еще Я видел Игроки Кстати Которые Помнее Меня Они Башни Окружают Другими Строениями Чтобы К башне Было Сложнее Подобраться Опять Зима Началась Ну У меня Пир Пока Идет Да Ну Зелен Ну Смотрите Серый Это Недалеко От Зеленого Слушайте Очень Даже Недалеко То есть И судя По Динамике Как он Его Нагоняет Я думаю Что Тут Серый Скорее Сможет Тингами Победить Ну Кстати Очень Странные Настройки В том Плане Что Обычно Если Отключены Победы То Тогда Остается Только Победа Карты И Победа Доминации А Если Уже Что-то Включено Еще То Включено Все А тут Как бы Доминация Но при этом Включено Еще И Победа Деньгами Победа Деньгами По-моему Тут Самое Ну Чаще Всего Побеждают Так Вот Блин Слушаем Лаги Вообще Офигенно Блин Я напал На Щитоносца Просто Двух Юнитов Потерял Но Щитоносец У него Самая Большая Защита Он Слабенько Бьет Ну Менее Послабже Чем Остальные Но При этом У него Он Пошел Опять Вон Эту Территорию Захватывает Боже Желтый Как ты Утомил Как ты Мне Надоел Просто Чувак Всю Игру Больше Всего Желтый Раздражает Он Какой То Как Попе У него Шива Видимо Там Еще На Красного Нападает На Меня Чуть На Серого Не Нападаешь Не Фигаси Серый Йотнеров В Союзнике Взял Вау Вот Именно Что Вау Я Еще Катя Ни Разу Не Видел Чтобы Да Я И Сам Никогда Йотнеров В Союзнике Не Брал Знаете Как Он Долго С Неми Едой Торговал У У него Явно Еды Там Просто Завалить Значит То есть С Йотнерами Надо Долго Из Торгового Поста Торговать Едой Чтобы Они Стали Твоими Союзниками Я Этого Ни Разу Не Делал И Ни Разу Не Видел Чтобы Кто Другой Делал Так Давайте Ученость Возьмем Потом Корабль Строение У У У У У У У Будет Торговцы Поэтому Чеканку Брать На Плюс 20% К деньгам Бессмысленно Вообще Надо бы Отправить Кого-то Эту фирму Обрабатывать Но у меня Нету Сейчас Свободных У меня Вообще Плюс Два По счастью Еще Одно Место В В Домике Есть То есть Еще Один Житель Фильмя Вот Он И Появился Так Видите Я Дровосеков Переделал Двух Дровосек Переделал В Воинов Потому Что У меня Дерево Тысяча Тысяча Дерево Нафига У меня Столько Дерево И Все равно Плюс Пять Еще С Одним Дровосеком Все равно Плюс Пять Так Что Я думаю Даже В Минус Я могу Спокойно Сидеть И Без Дерева Так Ну Смотрите 82% У Желтого Но Это Просто Потому Что Он Рядом С Игдресилем Я Не думаю То есть В данном Случае Из тех Кого я Встретил Я встретил Серый Все Ближе Всего К Победе Опять Кто Опять Коричневый Господи Так Как Вы Меня Достали Ну Кого Хрена То Тут Нападают То Там Нападают И Свалил Интересно Ну Окей Опять У меня Строителя Башню Построить О Серый Уже Слушайте Серый Уже Первый По Победе То есть Он Раньше Зеленого Набрал 6000 То есть Теперь Уже Серый Победит Раньше Так Надо Тут Сначала Да Серый Хорош Ну Конечно Он Идет Он Засоюзил Он Я Небось Уверен Что Его Никто Не Победит Башня Чтоб Желтый Больше Меня Не Трогал Спайдер Мэн Впереди Ну Вот Красный Пишешь Спайдер Мэн Впереди Короче Надо Я Предложу Желтому Напасть Вместе На На Серво Ну Ну Все Поехали Вот Это Тимплей Вот Это Мы С Желтым Тимплеем Это Просто Пример Что Не Надо Таить Обиду На Желтого Что Вот Он Напал Тут Главное Что Коричневый Делает Серьезно Тебе Вот Эта Область Сейчас Нужна Очень Сильно Чтоб Серый Победил Коричневый Просто Есть Какой-то Лидер Против Него Стоит Объединяться А Не Таить Обиду Вот Желтый Там Я Постоян Нападал Поэтому Пускай Серый Побеждает Он На Меня Не Нападал Нет Фа Фа Оно Про То Что Есть Один Победитель И этим Победителем Должен Быть Ты Для Этого Ты Делаешь Все А Когда Кто-то Упарывается И начинает Вот этим Заниматься Дебильством Типа Серый У нас Хост А Нет Сайн Залост Сам А Потерял Несколько Блин Ну Серый И так Недалеко Уже От Победы Откровенно Говоря Так Ну я не знаю Кораблостроение Наверное Стоит Умирать С другой стороны Вот это Там Золото Скрытые Угрозы Золото От Торговцев Когда У тебя Есть Берсерк Он Вообще Мне Это Нафиг Не Надо О Этот Год Будет Холодным Зимой Ожидается Медель То есть В два Раза Потребление Еды И Дерево Будет То есть Надо Накопить У меня Нормально У меня С деревом И с едой Нету Проблем Я Я Даже Пиры Устраиваю Во Все Да Нужно Больше Кстати Домов Действительно У меня Со Счастьем Ну Это Шесть Это Сейчас Из-за Пира Будет Плюс Четыре Так что Дом Вполне Можно И Построить Видите Я Переделал Лекаря В Жителя Одного Лекаря Чтобы Построить Дом Ну И Поставлю Тут Башню Потому Что Не Хватает Места Деньги Потратил Чтобы Место Получить И Поставлю Башню Чтобы Коричневый Сегодня Напал На Всякий Еще Но Мне Кажется Что Он Все Пока Не Видит Эту Область Я Несчастье Получу Сверху Вообще Лучше Конечно Но Серый И Зеленый Впереди По Деньгам Очень Конкретно С Зеленым Я Ничего Сделать Не Могу Потому Если Мы Сейчас Остановим Серый Получается Мы Играем На Победу Зеленым С Другой С С Лидер Сейчас Все Рано Серый Нам По Любасу Надо Его Атаковать Так Где Желтый Где Атакующий Желтый Я Один Не Буду Атаковать Желтый Давай Приди О Побежал Парень Так Сейчас Мы Сейчас Мы Вместе Укатаем Серого Желтый Хитрю Хитрюга А А Музы Коричневый Тоже К нам Помогает Найс Так Это Мы Втроем Против Одного Офигенно Так Ну Я Одного Потеряю Конечно Так Так Не Пол Коричневый Меня Так О Вот Йоту И Слушайте Я Ни Разу Не Видел Чтобы Они Были За Игрока Где Нибудь Прикольно Я Еще Не Разум Чтоб Трое Против Одного Нападали Вот Это Классный ФФ Кстати Тут Видно Что Люди Играющие Они Что Понимают Все Так Как Б Это Не Говорил На Желтого Ну То Желтый Действует Из-за Разряда Я Могу Напасть Типа Могу Отобрать Область Почему Мне Это Не Сделать Собственно Вот Отсюда Ну А Я Сам Виноват Что Он Не Защищенная Никак Так Всех Вылечили Можно Попытаться Еще Раз На Серого Напасть Почему Желтый Скоро Выиграет Я Не Пойму Не Там Типа По Игдарисиле Он Рядом Просто Потому Что Он Рядом Находится С Игдарисилем Но У Него Нету Двух Тысяч Еды Чтобы Захватить Дерево 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 Другого Выхода У меня Уже Уже 1400 Еды Так Башню Разбили Вот Тут Коричневый Сейчас Берет контроль Над Этого Замечательно Почему Бо И не Взять Тут Йотуны Приходят Давай Коричневый Вместе Давай Давай Нападаем Забираем Область Тут Знаете Чем Хорош У него В этой Области Видите Торговый Пост Стоит То есть Мы его Лишили Какого-то Притока Денег Как минимум Мы Вряд ли Можем Захватить Серого Но Он Хорош Действительно Он Мощный Эта Область Просто Она Ну Находится Так Вот Впереди А все Остальные Области Немножко Позади Более Того Как видите Я только Еще Одну Область Вижу Своим Скаутом Исследовал Другие Области Я просто Не вижу Поэтому Опять Он Бежит Отходим Отходим Не Не Ну Серый Смирись Что Эту Область У тебя Отберут А он Скаут Красного Ходит Подсматривает Так Началась Метель Ну У меня Минус 12 Всего По идее Слушайте У меня Есть Реальный Шанс Попробовать И к Дрессирию Победить Действительно У меня 1400 Еды Закончится Зима У меня Будет Очень Я могу После Окончания Зимы В следующий Летний Период Вполне У меня Уже 2000 Может быть Это у меня Единственный Шанс Собственно Для победы Кстати Видите Видите Я Сразу Колонизировал Эту область Потому что У меня Способность Берсерка И Удаляю Эти все Здания Просто Я уверен Что Эту область Серый Может Отбить Очень быстро Или Коричневый Может Отбить Я Просто Эти здания Удалю Все И теперь Эту область Может захватывать Кто угодно Не помню Коричневый Опять на меня Нападает Господи Слушайте Но он Почему На меня То Все Убил Меня И Убегает С области Вот Я вот Это Не очень Понимаю Зачем Он тогда Убегает Просто Разбить Мне башню И все Странно Ну окей Еще одну Башню Построю Странное Конечно Действие Коричневого Ну то есть То что он Напал Это Как бы Не странно А почему Он Потом Дальше Не Не попытался Моих Юнитов Поубивать Не некого Улучшать Так 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 Давайте Максимизировать В общем Еду Строим Тут Склад Так Нужен Нужен Вообще Конечно Хотя бы Один Лесоруб Максимум Или серый Дальше 8000. Зеленому осталось 1000. Зеленому осталось 1000 накопить, чтобы победить в этой игре. Блин, я думаю, я не успею. Блин, надо было быстрее. Так, где мне еще еду взять? Так, короче, мне эти присты дракаров уже нафиг не нужны, правильно? Вот нафига мне сейчас тут деньги, нафига мне наука. Мне нужна только еда, все. Только еда. Поэтому всех этих моряков просто в собиратели еды перебрасываем в район, где есть склад. Максимизируем как можно больше вот это. Собираем. Блин, надо бы, конечно, из склада и проапгрейдить, но у меня тупо нету... Ну, потому что они требуют золота, эти пристыни дракаров. 30 золота в ход каждый. Не в ход, а в год. В ход. Поэтому я их удаляю. Но они мне просто уже не нужны. Деньги мне не нужны сейчас. Ну, я... Конечно, у меня минус пошел, но у меня 300... Вообще 400 денег, так что... Ну, смотрите, я уже первый по их дрессилю. То есть, у меня уже еды больше, чем у желтого. Это точно. Слушайте, ну... Прям... 1900... Сейчас будет 2000, и сразу колонизацию начинаем. мгновенно просто. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Теперь вопрос. Я никогда не побеждал в дрессиле, прямо вам скажу. Поэтому я без понятия, как долго... Блин, ну как-то... А, ну 5%. Хм... То есть сразу, я думал, по 1% там будет 5% сразу. Ну... Вполне есть шанс 10%. Хм... Что это? Халецкий тейквуд. Это что? К чему это? А, тейквуд... Типа взял дерево. Это парень явно русскоязычный, потому что, ну... Англоязычный, мне кажется, странно... Ну, не очень так. Тейк-чуи хотя бы. Тейк-вуд. Потому что вуд это, ну, конкретно... Древесина, знаете. Блин. Или зеленый раньше меня по деньгам победит. 30%. Уф, я мсую, кстати. Коричневый, не нападай на меня. Уйди. Уходи. Да, серый, а нефиг так вырываться. Я тоже первый раз видел три против одного, честно говоря. Так, ну сколько там осталось? Ну, дерево. 45. Нет, довольно быстро, вы знаете. Красный там пишет, стоп грин. Желтый там... Желтый против зеленого воюет, прикиньте. Взял две провинции. О, класс. По-моему, желтый сейчас мне даст победу. А красный там 8000 набирает. 3% осталось. Они сейчас все думают, что зеленый побеждает. Реально, они думают, что побеждает зеленый. Они не видят, что я дерево колонизирую. Вот в чем прикол. 70. Блин, блин. Коричневый, уйди. У него только... Походу, только коричневый соображает. В чем дело? Ну, блин. 80. Средство к этому зеленому остается вообще по деньгам. 85. Боже, что так медленно, а? Ну, давай, давай, давай. Блин, зеленый вообще, такое ощущение, что он вот уже все. На финише. Well played, пишет красный. Так как... Халецкий уйн пишет коричневый. 95%. Ну, ну. Yes! Я победил все-таки. Слушайте, ну какая... Какая тяжелая победа. Где, сколько у зеленого осталось? Наверное, процент остался. Не знаю, 10 золотых. Даже без понятия. Ну, блин. Ну, очень, очень, очень ровненько и очень близко, да? Ну, это была очень, очень интересная партия, по-моему. Я был в полной уверенности, что у меня жопа. У меня там желтый постоянно прессовал, коричневый прессовал. Но, в итоге, быстрая перестройка. Ну, смотрите, где зеленый. Он реально... То есть, ну, серый с ним граничит, но там скалы. То есть, серый не мог у него никак пройти. И видите, такая территория. Очень большая местность пустая между зеленым, красным и желтым. Сейчас посмотрим, конечно, в конце, как они с другом граничат, но... Пффф. Классная, классная игра. Спасибо, что досырели до конца. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досырели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...